Автопанорама Справились на автомобилях Митсубиси, Аутлендере, Эль-200 и Паджеро Спорт Благодаря невмешательству человека, флора и фауна Пущи остаются необычайно разнообразными Это настоящий рай для любителей растений Для справки, в Пуще более 820 видов растений И до всей этой природной красоты всего лишь полтора часа езды на автомобиле Дорога к налебокам идет через Гродненскую трассу Здесь мы можем оценить характеристики автомобилей Аутлендер предсказуемо ведет себя очень хорошо, словно едешь на легковом автомобиле А вот Паджеро Спорт и Эль-200 удивили При том, что оба автомобиля обладают рамой и задними неразрезными мостами Они вели себя на уровне хорошего сбитого кроссовера Съезжаем в Пущу Сразу нас встречает проселочная дорога, где можно оценить ходовые качества авто Чтобы понять возможности подвески, мы набрали 60-70 км в час Все автомобили ведут себя хорошо и крайне предсказуемо Подвески внедорожников отрабатывают на ура, но и кроссоверы не пасуют Далее на нашем маршруте следует более серьезное бездорожье Нас удивили два автомобиля – Эль-200 и Аутлендер От пикапа мы просто не ожидали комфорта чуть ли не люксового внедорожника Подвеска отрабатывает на ура Вот мы сейчас пишем наше видео, едем по абсолютному бездорожью И абсолютно, как вы видите, я на легке себя чувствую и ощущаю Правда сказать, в кузове у нас было 300 кг корма для зубров Да, без этого груза было бы не так комфортно Поэтому в любом случае жирный плюс почти грузовому автомобилю за почти легковые повадки Знаете, друзья, Митсубиши Эль-200 всегда были вездеходами Выдающиеся характеристики геометрической проходимости Параметры трансмиссии Super Select, к которой можно подключить любой привод Кроме чистого переднего и заблокировать межосево и все подряд Это было всегда, но вот новое поколение Эль-200, чем особенно запомнилось в процессе этого большого теста Это тем, что автомобиль стал значительно более легковым в повадках Нет, он сохранил все свои вездеходные возможности с геометрией и Super Select Причем с модернизацией Там появился дефенциал Торсон, самоблокирующийся в межосевом И много интересных других нюансов, облегчающих на вездеходном пространстве жизнь Но он стал гораздо более легковым в том плане, что и количество оборотов руля с 4,5 до 3,5 уменьшилось То есть он стал острее И шумоизоляция на голову стала лучше по сравнению с предшественником И пространство на заднем ряду стало намного больше И общий комфорт для экипажа и для водителя значительно возрос Поэтому Эль-200 нового поколения Это и комфорт, и вездеходность Это новый уровень старого знакомого прекрасного пикапа Паджеро Спорт показал себя стабильно хорошо Тяговитый турбодизель объемом 2,4 литра, мощностью 181 л.с. В паре с 8-ступенчатым автоматом порадовал на пересеченной местности Двигателя хватает везде, а переключение коробки передач можно было увидеть только по тахометру Подвеска приятно удивила Что на мелких, что на крупных неровностях Автомобиль не вздрагивал, не проявлял излишнюю раскачку А на более ровной дороге так и хотелось поддать газку, представив, что ты – раллийный гонщик Порадовала и система стабилизации, которая не давала автомобилю уйти в неконтролируемый занос на заднем приводе А система полного привода работает настолько хорошо, что системе курсовой устойчивости не приходилось внедряться в работу автомобиля От Outlander мы не ожидали такой хорошей проходимости Моментами казалось, что вот-вот и застрянет, но кроссовер легко преодолевал все препятствия Больше всего автомобиль поразил участников экспедиции на последнем броде У кого-то на лице были переживания, кто-то включил камеры мобильных телефонов и ждал зрелища Но команда Автопанорамы была уверена в проходимости автомобилей Mitsubishi Японские кроссоверы и внедорожники не подвели, все проехали достойно И вот мы добрались до долгожданных редких животных Зубр – последний представитель диких быков в Европе Даже не верится, что за спиной этого огромного быка многовековая история Интересна и реакция животных, все как у людей Некоторые напряженно следили за нами, некоторые стояли и смотрели по сторонам А кто-то аппетитно ел, пока другие отвлекались на людей Мы решили подойти немного ближе И надо отдать должное, зубры нас не испугались Мы смогли рассмотреть и сфотографировать наше природное достояние Цель достигнута, фотоохота состоялась Теперь можно и домой возвращаться Мы увидели красивую белорусскую пущу, редких зубров И протестировали полноприводные автомобили Mitsubishi Вот именно для таких путешествий нужны кроссоверы и внедорожники Субтитры создавал DimaTorzok